Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, добро пожаловать на моё новенькое видео. Ну, может быть, ладно, из рубрики, наверное, первый взгляд, хотя это будет уже далеко не первый взгляд, потому что в Project Cars 3 я играю уже на протяжении небольшого, но всё-таки, количества времени мне есть, что сказать. И это, как бы, по сути, просто будет рассказ впечатления. Немножечко я вот уже отхожу от первого взгляда, да, когда, не понимая, что за игра, не понимая, о чём она, не понимая, как она, я записываю вот эти первые взгляды, ну, мне самому это как-то что-то, если честно, уже перестало нравиться, и я вот решил, что впредь все новые игры, да, которые будут попадать мне в руки, я лучше в них сначала хотя бы чуть-чуть поиграю, попытаюсь разобраться, что как, зачем и почему, у меня сформируется какое-то мнение, и уже, соответственно, на основе этого я запишу видео, возможно, даже полностью геймплейное, как оно будет сегодня, либо что-то типа вроде как было у нас с Death Stranding, как, например. Итак, ребята, Project Cars 3. Все вы, я надеюсь, знаете эту серию игр Project Cars, я ещё помню себя с первой части, как которого та самая кривая касаяся была, прям, ооо, играть в неё было невозможно. Потом вышла вторая, и что-то как-то я, по-моему, даже тоже записал на неё первый взгляд, но она мне вообще не зашла, не знаю, вот просто мимо. Я, ребята, поиграл в третью, и у меня в голове сложилось стойкое ощущение того, что я играю в какую-то игру от Codemasters, но в то же время она очень сильно похожа на Need for Speed Shift. Странное какое-то ощущение, то есть как будто бы это дёрт какой-то вот, также, кстати же, новый дёрт, же скоро пятый выходит на него, мы тоже, ребята, посмотрим. Как будто бы это какой-то дёрт, но в то же время это Project Cars, но очень много здесь Need for Speed Shift. То есть как-то вот они вот это всё умудрились смешать, непонятно. Ребята, давайте посмотрим, какие тачки здесь есть. В принципе, менюшки, смотрите, какие здесь все классные они придумали. Есть несколько типов Road E, это самые простые автомобили, которые, ну, можно сказать, такие самые-самые-самые доступные, которые тут только у нас могут быть. Есть как и старые, есть так и новые автомобили, там, 17-го, 19-го, 20-го года. Категория Road D, кстати, здесь, ребята, есть Toyota Supra. Это, по-моему, первая игра. Нет, не первая, она в Gran Turismo сначала появилась. С Gran Turismo Sport, а потом она вот уже появилась здесь, эта Toyota Supra. Больше я её что-то, если честно, нигде не видел, имеется в виду, если официально на неё смотреть. Машинок здесь реально очень-очень много. Дальше у нас идёт Road C. Здесь уже машинки так повеселее, на самом деле, идут, если честно. Road B здесь машинки ещё мощнее. Ну, очень красиво они на самом деле выглядят. Ох, да. Road A. Ну, я думал, что это уже как бы типа гиперкара считается, но нет, здесь есть меню гиперкары. И тут есть, ребятки, Широн. Да. Можно покататься здесь ещё и на Широне. Ну, и плюс ко всему, здесь есть ещё автомобили от категории GTC. То есть некоторые автомобили, например, от того, который есть у меня сейчас, это, получается, у нас Honda Accord. Ой, Honda Accord, говорю, господи, что я несу? Нифига себе, я Accord вспомнил. Это, конечно же, Civic Type R, ребята. Его можно переделать в тюнинге непосредственно вот в эту гоночную категорию. Как это делается? Мы с вами заходим в гараж. Вот она, соответственно, наша замечательная машинка. Мы на неё нажимаем. Мы можем в неё сесть. Соответственно, мы в ней сейчас с вами и находимся. Далее, что мы здесь можем сделать? Мы её можем улучшить. Видите, здесь как раз-таки открывается меню тюнинга. Очень оно, знаете, мне напоминает систему тюнинга даже не то, что... Ну да, наверное, всё-таки Ford Horizon как-то больше сюда, наверное, подходит. Потому что чем больше я свою машину тюнингую, тем она, соответственно, больше подходит под другие классы. Сейчас мы с вами находимся в Road E. У нас 261 индекс производительности. Ну и вот, допустим, мы ставим уже только шины для автоспорта, и наша машина уже переходит в категорию D. То есть здесь нужно вот прям очень-очень-очень тоненько на всё это дело, ребята, смотреть. И, как правило, на начальном уровне, в принципе, можно машину, ребят, не тюнинговать вообще. Ну здесь имеются, соответственно, всяческие кузовные элементы. Можно поменять воздухозаборники, распредвалы, трансмиссии. Вот здесь, соответственно, можно машину в гоночный класс перевести, и там уже будет совершенно другая история. То есть, в принципе, здесь всё меняется, всё переделывается. Переделывается, отображается там количество элементов, которые нам необходимы, да. То есть, ну вот, в принципе, так я покатался. Три этапа прошёл на абсолютно стоковом Type-R. Очень даже он подходит. Да, конечно, у него есть такие некоторые особенности, как передний привод. Очень-очень специфичная история, на самом деле, управления передним приводом. Но, тем не менее, тачка как бы прям такая действительно очень-очень интересная. Также, плюс ко всему, здесь есть фоторежим. Единственный для меня минус заключается в том, что здесь нет такого, знаете, некого подобия свободной игры. То есть, как это было, допустим, в первом ProJCars. Вообще, в принципе, во всех играх это есть. Где ты выбираешь трассу, которая тебе нужна. Выбираешь машину, которая тебе нужна. Выбираешь погоду, которая тебе нужна. И просто по ней катаешься. Не важно, что ты делаешь. Это у нас игра про кольцевые автогонки. Но все равно, тем не менее, здесь есть локации достаточно большие. Например, вот в Road E есть локация Великобритания. То есть, мы, соответственно, по Великобритании ездим по реальным вот этим всем улицам. Но вот, к сожалению, да. То есть, либо я не нашел, либо, скорее всего, этого здесь просто-напросто нет. Но вот, ребята, имейте это в виду. То, что такого, ну, относительно, говорят, свободного режима, да, в кольцевых гонках, как такового, его и так нет. Но вот хотя бы просто свобода какой-то действия в плане того, что я могу выбрать под себя трассу, время, погоду, машину и т.д. И т.п. Здесь, к сожалению, такого, ребята, нет. У меня осталась одна гонка, чемпионат. И, в общем-то, ребят, что я предлагаю? Сейчас я замолкаю. Я просто хочу, чтобы вы насладились звуками. Как машина едет, как она рубится и т.д. и т.п. Ну, а когда уже гонка закончится, я вот выскажу все свое мнение. Наверное, все-таки так будет правильно. Так, салон. Нам ничего, в принципе, не нужно. Машина у тебя не нужна. Все хорошо. Нажимаем гонка. Сейчас у нас загрузится вся эта история. Настройки, кстати, ребята, ультра. 4К разрешение. 60 фпс держится вообще совершенно спокойно. Вот сейчас даже, мне кажется, первое project card скачать. Там такой оптимизации, наверное, не будет. Реально, там такой оптимизации. Ай, да. Так, на старт. Отлично. Все, ребятки, давайте. Приятного вам просмотра. Лайк. Ну, в общем-то, все дела. И поехали. Все, ребятки. Все, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Ребят, всегда открыты комментарии Пожалуйста, пишите, как по вашему мнению Игра, в какую сторону она больше ушла Сим, аркада Или сим аркада какая-нибудь, я не знаю То есть, что еще, какое слово можно этому придумать Но у меня, да, действительно, где-то вот посередине Но чуть-чуть позлее хотелось бы ботов Все, друзья, лайк, подписка Комментарий, пока-пока Увидимся